А мы продолжаем выпуск. Кто не спрятался, я не виноват. С таким настроением лисы приходят в деревню Чувашии в поисках еды. А желание поесть у них бешеное, в прямом смысле слова. Нападают на людей, на скот и на домашнюю птицу. Цыплят за полтора месяца до осени Анна Центовская посчитала. Вроде возле родного дома, а как в дикой чащобе. На жительницу Ядрина напала рыжая и совсем не по сказочному бесстыжие. А нападения напоминают фотографии и следы от уколов. Лисо, которое укусило женщину, поймали с помощью сетей. Уничтожили и отравили республиканские цивилизационные лаборатории для установления диагноза. Диагноз, надеюсь, все подтвердился. Теперь в Ядринском городском поселении карантин. И если все будет хорошо, то отменят его только 7 сентября. Эти кадры уже из Яльчикского района. Жители бьют тревогу. За июль пострадало 6 хозяйств. Рыжие охотницы убивают кур, гусей и уток. Только за последний день в одном хозяйстве пало 10 птичьих голов. В Яльчикском районе в 53 населенных пунктах на сходах граждан проводится разъяснительная работа с населением по недопущению распространения лисиц. Не прикармливать, не привечать. Всеми силами защищать домашнюю живность. Эксперты говорят, что такое поведение лисиц вполне объяснимо. По сути дела, это естественное явление в биологии, потому что сейчас уже появилось новое потомство – лисята, и они начинают осваивать новые территории. Поэтому жители республик как раз и видят их большое количество. И какими бы ни были милыми лисята и взрослые лисники на первый взгляд, не стоит забывать, как опасно бешенство. Анна Центовская, Георгий Кривошейн, Республика.